МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николай Карполь, 77 лет, заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России, главный тренер волейбольного клуба «Уралочка-НТМК», член волейбольного зала «Славы». Карполь – самый титулованный волейбольный тренер мира. На войне у Карполя погибли отец и двое братьев. Карполь закончил физико-математический факультет педагогического института и в молодости преподавал физику и астрономию. Карполь тренирует «Уралочку» 48 лет – это самый титулованный волейбольный клуб страны. Каждую тренировку Карполь начинает с вычитанной притчи, истории, цитаты или новости. Он придает огромное значение развитию своих девчонок вне волейбола. Карполь – это было очень давно, в детстве, в сороковые годы еще. Взрослые собирались, играли в волейбол, а мальчишки там больше, в общем-то, не во что было играть. Только волейбол. И мы тогда мальчишки натянули во дворе и поставили жерть, и играли через жерть. А потом дошло до того, что я даже у себя там или у тети на участке свою площадку сделал. Это уже было попозже, лет 12-13. Так что волейбол – это с детства. Я посчитал, что я уже подготовлен был к тому времени. Я уже почти 10 лет отработал тренером в трудовых резервах. И с юношами, и с девочками работал. Да, и там был клуб, там были и взрослые команды. Команду я знал, знал. И сказал бы, ту методику, которая применялась в нее подготовки, и как они играли, наблюдал. И даже сам участвовал, как спарринг, в играх команды на тренировках. Трудно было в том, что команда попала в переигровку. Там было право еще сыграть на чемпионате России. Хорошо сыграть тогда можно было бы. И играть в переигровку. Но мы сыграли как могли. Попали в переигровку. Единственное, что удалось сделать в организационном плане, перенести эту переигровку, отсрочить ее практически на два месяца. Мы играли переигровку в Омске, проигрывали. В решающей даже игре проигрывали. 2-1 из трех матчей было. Мы выиграли и остались в классе. Вот с тех пор, 66-й год, когда команда завоевала право, мы считаем рождение, скажем так, пусть не профессиональное, но уралочки. Днем они работали все. Кто на рабочем месте? В цехах, кто в отделах? Инженеры, техники, кто? А вечером собирались на тренировку. И тренировались 3-4 раза всего-навсего. В 70-е годы, я думаю, в 72-м, мы освободили от работы, что они могли тренироваться два раза в день. А тех, наоборот, устроили по японскому принципу. И они работали 4 часа в день, до обеда полсмены, с утра тренировались там, и потом шли на работу, и вечером тренировались. Так, как японцы. Вот я тоже сказал, мы так проработали около 3-х лет. Сегодня этот раскол общества идет еще больше. Есть элита какая-то, которая называет себя элитой. И она отрывается от жизни простых людей. Когда я увидел, что наши спортсмены тоже отрываются, а им нужна ответственность. Вот они приезжают в соревнования, приходят в цех на работу, а их там 500 работников еще спрашивают, как сыграли, что сыграли. Плохо сыграли, стыдно, хорошо сыграли. Пусть гордость будет. Ответственность перед коллективом, в котором ты, когда они видят, что эту же зарплату люди работают там 8 часов, они должны зарабатывать и знать. Женская психология. Ну, она, в общем, общечеловеческая психология. И главным подходом в работе я считаю себя учителем. Я действительно закончил пединститут, я учитель. А главным в работе учителя остается одно – любить детей, любить своих учеников. Когда они это чувствуют, они отдаются работе, они все делают. Все они выходят замуж, способны, если найдут себя хороших мужей, хороших любящих людей, все способны стать матерями. Это тоже одно из достижений нашего клуба. Я учился, в общем-то, у японского тренера Даймас. У японцев, которые описали, как они двигались к победам, вот эта книга «Следуй за мной», она явилась, в общем-то, то, с чего я брал пример. Надо стать педагогом, надо стать психологом, надо познать человека, анализировать его поступки, его действия. Все сложно. Я думаю, еще в пятом классе я пришел к этому. Когда, или в шестом это было, на уроках зоологии брали мертвую лягушку и втыкали ей иголку. И она дергала лапками. Когда человек устает, и особенно, когда устает его нервная система, эмоциональность, напряжение нервное, он устает, он, может быть, окрик, может быть, иногда и другое доброе слово. Нужно каким-то образом поднять, чтобы человек нашел себе силу. Я не только таким голосом и что-то ищу те силы, которые... Вот. это оказалось действенным. Эмоциональность и воздействие эмоциональное. Но есть люди, на которых я никогда не повышал голос. Создали сначала группы подготовки. К нам пришел работать учитель 83-й школы, Юрий Николаевич Филимонов. Он один работал сначала. Потом на этой базе мы создали школу. Потом она получила результаты, выигрывала чемпионаты России, все, получила результаты. И нам разрешили или утвердили специализированную волейбольную школу. Вот до сих пор эта школа в Екатеринбурге работает. Школа наша работала с детьми максимум до 15 лет. В начале 14 было, но потом, когда реформа прошла и стало восьмилетнее образование, стали до 15. После этого они уходили на три года в школу-интернат. Открыли школу-интернат, где было отделение. И это работает у нас до сих пор. Но в интернат мы уже привлекали людей из других областей тоже. Из других городов Свердловской области. Из 14 игроков команды 8 подготовлены в нашей школе. Две приглашенные и две иностранки. Нет, это из 12 и 8, а из 14 будет 10. Поэтому это тоже говорит о том, что мы сохраняем позиции. Подтверждением этого является... Три года назад раньше у нас были дублирующие составы. Мы многократно побеждали в них, мы вырастили. И когда распался Советский Союз, и у нас не стало волейбола, потому что ушли там 4 команды украинские, команда Казахстана, команда Латвии, Белоруссии. У нас российских команд осталось всего 3. Ну, 4 с нашими двумя. Я бы сказал, коммерциализация спорта. Она ломает эту систему. Этих их воспитанников будут сразу же перекупать. Или надо иметь деньги, чтобы конкурировать. У нас, например, денег нет конкурировать. Поэтому наших людей забирают в другие клубы. Заканчивается контракт, заканчивается все, люди уходят. Мы должны готовить молодых, которые играют. в первые годы, пока они станут ценными игроками, дорогостоящими, которым мы не в состоянии платить зарплату. Нам не нужно покупать никого. Нам нужно сохранить то, что мы подготовили. Вот наша задача. Но, к сожалению, нам не удается. У нас люди уходят каждый год. Много матчей вспоминается. Конечно, есть матчи и международные, там, на Олимпиадах, где мы играли, где было много и зрителей, и болели. Но вспоминается наш Свердловск. Когда вот в этом дворце, который вмещал 4, там, 300, что ли, на трибунах, приходило по 7 тысяч, когда ни билетов не достать, и болели, когда мы выиграли первый раз чемпионат страны, второй, третий, четвертый, пятый, когда мы победили на Олимпиаде в Москве, это была такая любовь Свердловчан к волейболу и к своей команде. Вот это вспоминается больше всего. Вот это отношения. И девочки отдавались именно борьбе, благодарили людей за их добрые, теплые отношения. Основная трудность для меня составляет сегодня, это возникает некоторый барьер, но все же моя длительная работа это возрастной барьер. У них совершенно другой менталитет, чем у тех был. И мне нужно вместе с ними меняться, а я консерватор, мне тяжело меняться. Вот поэтому в этом трудность возникает. Здесь я выигрываю во многом. Я понимаю, пусть не, так как раньше понимала современную молодежь, ее запросы, ее интересы, ее все. Может быть, я не согласен с теми направлениями жизненными, которые у них есть, но приходится приспосабливаться, но главное, зная это, я сам молодею. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова